МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Мы продолжаем наши увлекательные прогулки. Место встречи – дом по улице Карла Маркса, 68. Частная банкирская контора Иосифа Клинирмана была открыта в Бобруйске на шоссейной улице еще в 1893 году. Через несколько лет Иосиф Давыдович приписался к Санкт-Петербургскому, первой гильдии купечеству, но по-прежнему оставался жить в Бобруйске семьей и снимал квартиры. Вскоре после пожара 1902 года Иосиф Давыдович покупает плац земли на углу Романовской и 2-й Судской улиц. Начинает здесь строить дом. Здание было построено в редком для Бобруйска неоклассическом стиле. Вход в банкирскую контору располагался на углу. Внешний дом напоминал здание некоторых банков России, построенных в Москве и других крупных городах, учитывая, конечно, различия в масштабах городов. При этом контора занимала часть здания. Второй этаж был полностью жилым. Здесь же проживал и сам Иосиф Давыдович с женой и тремя детьми. Банкирская контора Иосифа Клейнермана занималась всеми банковскими операциями, в том числе ипотечным кредитованием. Бобруйским торговцам и мещанам предоставлялись суды под залог застрахованного недвижимого имущества под разные проценты в зависимости от ценности земли и другого имущества. В городе Иосиф Давыдович пользовался авторитетом. Он занимался многоблаготворительностью. Он был одним из организаторов открытия дешевой еврейской столовой. Был также казначеем еврейского ремесленного училища и членом Совета по оказанию помощи бедным евреям. А вы знали, что толчком для дальнейшего экономического развития города послужило строительство в 1873 году Лебаво-Руменской железной дороги? По данным переписи 1897 года, в Бобруйске проживало 34 336 человек, но он по-прежнему оставался окраинным торгово-купеческим городом. Здесь действовали 22 фабрики и завода с общим количеством 347 рабочих. Это были мелкие предприятия, на которых в среднем работали по 18-20 человек. К концу 1904 года население города выросло до 35,5 тысяч человек. Город благоустраивался, центральные улицы освещались фонарями. Из 3050 зданий 172 были каменные. В декабре 1917 года, после революции, банковское дело было объявлено государственной монополией. Правда, в 1918 году, после прихода польских войск, национализация не была проведена, но все-таки это случилось уже в конце 1918 года. И проходили ревизии банковских сейфов. После всех этих потрясений семья Клинермана Иосифа Давидовича уехала в Москву. Опытный финансист из Бобруйска поступает на службу в Госбанк. В годы НЭПа довольно быстро продвигается по карьерной лестнице и получает большую служебную квартиру. В это же время в Бобруйске, в его доме, обосновались местные отделы ГПУ, позднее НКВД. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Я люблю Бобруйск за то, что он именно такой колоритный, неповторимый, не похожий ни на один город в нашей республике. Он самый лучший. Приезжайте в наш город Бобруйск. Я здесь живу уже более 70 лет. Это мой любимый город. Я о нем стихи писал. Красивый, по-своему красивый. Каждый город красивый, по-своему спокойный, уютный. За его уникальность, что он не такой, как все, что в последнее время облагораживается, что говорит о том, что люди неравнодушны к этому городу. Улочки, зеленые улочки. Это очень прекрасно. Ну и потому, что я здесь живу. За то, что он маленький, такой родной, свой город. Все знаешь здесь, все достопримечательности, какие-то красивые места. Очень красивый город. И мы гордимся, что мы здесь живем. И всем советуем, приезжайте к нам. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру, мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом. Работа. Дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова